Проснулась, родила Артем в садик, что-то на улице свежу, ветерок, конечно, такой, вверху слышно даже, да, прохладненький, но все равно, я говорю, запах осени, прохладненько. И так сходилась погулять, но я так давно с тазом гуляла, все, наш папа, наш папа сейчас взял на это, как бы перед работой погуляет, после садика уже как бы дома, уже и не гуляю, потом только днем, Лиля, вечером опять папа, муж, вот, папа, муж, я люблю. Дети, когда дети, я всегда папу называю, многие думают, что это мой папа, нет, мой муж, уже нынешний и последний, да, вот. Третьего. Все, наконец-то сели делать свои дела. Наверху вот так ветерок здесь не чувствуется, там вот и как бы звук наверху, потому что вот там пройти в лесочке, потому что там прохладненько, а здесь нормально, так хорошо. То я уже, я не знаю, куда, наверное, месяца четыре уже здесь не ходила, возле дома, здесь просто не гуляла с собакой. Ну, пойду, в лесодика погуляю, хоть он и гулял недавно, я говорю, перед работой, но уже все равно. Гуляю, проветрюсь, ну, домой попью пипейку, прогулки, говорю, не то, что раньше, когда был стресс, успокаиваю, это просто как-то наслаждаться, ну, и ходить надо больше, как бы, да, я и так дома сижу. И как-то наслаждаться, наверное, природой, я говорю, воздухом, осенью. Вот. Раньше я весной постоянно так делала, летом куда-то мы выезжали. Сейчас опять пора гулять так. Хорошо. Возле дома. Попью кофейку. Потом надо стеллаж мой разобрать, я так и не разобрала его. Надо все снять с него, утереть пыль, и опять аккуратненько все разложить. Наши лентаранты, справочки, все там. И что еще? И игрушки тюрьмы, книжки. В левой стороне, а в правой. Тут высокий стеллаж, наши вещи. Так что, куда-то побежал. Туз, куда побежал? Тут уже убежал. Попробую здесь пройти. Если здесь можно пройти, пройду через это самое там. А вы туда. Туз. Начинается. Вот. Здесь вот есть утерок. Уже снизу. Туз. Хорош. Тебя собак не трогают, ты начинаешь. Первый, да? Пошли. Рычун. Смотрите, как красиво, да? Солнышко там на наших домах, да? А здесь нету. Это деревья солнышка. Здесь паспорт. Красиво так, когда переливы солнышка где-то выходит. И освещает. Или дома, или деревья. Ой, свежо, хорошо. Здесь закрыто. Туз, пошли обратно. Пошли обратно. Красиво как-то, когда солнце оттуда на деревьях попадает. И вот сюда на дома. И вообще, например, камеры это не передать. Сами знаете, да? Как красиво так смотрится, когда вот здесь вот такое темное небо. А отсюда на деревьях и на дома попадает солнце. Очень красиво. А здесь такая туча. А там вот тоже облака. Ой, как же красиво осень. Мне так нравится. Мне нравится, когда уже май, весна заканчивается, да? Когда уже много что распустилось. Солнышко ближе к лету. И осень. Вся осень. Пусть она холодная будет, но осень это прекрасная. Воздух. Прекрасные деревья золотистого, красно-золотистого цвета. Вот. Вот эти вот, я говорю, переливы облаков, тучек, солнца. Просто замечательно. Вот так. Разберу свой. Перешла на тему, да? У меня бывает такое. Свой стеллаж. Потом так же надо, как всегда, в аптечке разобраться. Почему? Потому что опять что-то возьмешь, поставишь быстро. Потом опять это на место поставил вроде. Потом опять что-то другое взял опять. И вот так постоянно, да? Вот. Ну, месяца 3-4 держится. А потом каждые 4 месяца опять разбирается. Ну, вот как-то так у нас ставится на место 3 месяца. Потом опять все непонятно что. И приходится заново складывать, перекладывать. Ну, ты уже знаешь, что вот здесь вот у нас только там от простуды. Это там от того, это от того. И вроде бы таблеток много. И так вот кинешься, и от чего-то да все равно нет. Все равно. И сколько бы ни было таблеток, от чего ты не найдешь таблетки. Сейчас вот надо мне этот купить. Костый, как он называется-то? Валидовым купить. Чтоб был на всякий случай тоже. Вот. Сердечко начинает, бывает, шалить. Потом. Что? Глицерин я хотела купить. Попить немножко. Спокоиться. Ну, хотя спокойно, но все равно бывает что-то. Какие-то вспышки. Гормональные я не пью. 18-го мы слили, едем на УЗИ. Тазово, ну, у меня живот же болит. 19-го я еду. К слову, я был женскому гинекологу, у меня живот болит. Воспаление, что ли, яичника. Ну, что-то побаливает. Уже недельку надо показаться гинекологу. Может, аппендицит. Ну, мне еще медицит не вырезали, но мне кажется, что это воспаление. По-женски. Опять кто-то убежал. Вот. И 20-го мы едем уже после УЗИ. Слили к детскому. К женскому. 19-го я еду к своему женскому, а 20-го в пятницу мы едем к детскому на горького гинекологу. Ну, а потом после 20-го надо будет на следующей неделе 24-25-26 записаться, показать все результаты педиатру. Такие у нас дела. Я разберусь. Что у нас? Как всегда, или прополисовщик. По-моему, полы также. Что? Ну, надо что-то поставить покушать, сварить. Вот не знаю, что. Что-то все так приелось. Я даже не знаю, что. Блинчики сегодня сделала. У нас запланировано вчера. Мы с мужем говорили блинчики. Убежал. Не знаю, где. И что еще? А что еще? А еще... Спройдусь. Надо сварить. А, суп грибной сварю. Вчера муж набрал грибочков. Вот. Они в Загуревском были. Я набрал грибочков и яблочек. Рез это и... А что на второе-то сварить? Что-то надо сварить на второе. Ну, я целый день придумаю. Пообщаюсь с мужем, как бы. Что он там захочет. Или доча захочет. Такие дела. Такая прогулка у меня получилась. Всем хорошего дня. Прогулка-болталка. Всего хорошего дня. Эмоций, улыбок, позитива. Ой, даже так хорошо на улице. Я не хочу даже домой. Гуляла бы, гуляла бы, гуляла. Ага. Что-то ветерок говорит, нет, не надо, наверное, гулять. Смотрите. Усиливается, хотя мы ничего такого не предупреждали. А, ветер очень сильный. Здесь холодный. Возьми волосами. Возьми волосами. Ух. Вперед. Ну. Придется все-таки идти домой. Мы где-то лаем, где непонятно. Я пойду домой. Прибежит. Через несколько минут открою. Посмотрим. Прибежит. Должен. Кто-нибудь ему откроет здесь. И он там залает. Я выпущу или здесь. Пустим. Возьми волосы. Ну, а, сильный. Еще бы погулять, но прохладно не хочется. Я в этой курточке и футболочке не так тепло одета. Просто жаться, потому что, мало ли, я и так уже простыла, не дай бог. Так что всем еще раз говорю позитивно, добра. Хорошее настроение. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.